Слава Украине! Привет всем от Волонского! В Рикявике идет конференция 43 стран, развитых стран, в основном европейских, которые одновременно являются донорами Украины, помощниками Украины, союзниками Украины в войне с фашистской Россией. И вот интересно, какие результаты этой встречи. Как минимум два очень интересных результата. Первый результат, это тот, что Великобритания и Нидерланды создали коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Это супер, потому что, помним, что приблизительно такую же, не то что коалицию, но такую же форму закупки когда-то сама Великобритания применила по ракетам. Как результат, у нас появились сотни ракет Storm Shadow. Это было совсем недавно. Они заявили, что они создали компанию по закупке таких ракет, получили предложение от различных компаний, выбрано было Storm Shadow и, собственно говоря, они уже прекрасно работают. Прекрасно работают по тылам расистов. Это хорошо. Это первый момент. То есть, если все пойдет таким же образом, то, я вас уверяю, самолеты у нас будут точно так же, но не настолько быстро, как ракеты. Потому что, понятно, на самолетах еще нужно обучить персонал, людей, летчиков, техников. Ну, в общем и целом, скажем так, это может быть сделано максимально быстро. Типа, что, я так понимаю, обучение уже начинается и в разных странах. То есть, это хорошо и это чисто практический подход к делу, когда Украина получит самолеты F-16. То, что нам нужно. По целому ряду причин. Это один момент. Второй момент. Вот эти же 43 страны создали реестр убытков Украины от войны с фашистской Россией. То есть, вот когда мы говорим, что сейчас начинается массовая конфискация денег и вообще любых средств. Почему только денег? Чего угодно. Недвижимости, яхт, золото, бриллиантов и так далее. Других ценностей, принадлежащих представителям фашистской России, либо самому фашистскому государству. То надо понимать, что для того, чтобы, для, скажем так, задержания этих денег или их ареста, это одна процедура. То есть, их просто как бы вот останавливают. Все, их заморозили, они не могут их использовать, расисты. Но для передачи их Украине есть еще одна процедура. Украине нужен реестр убытков, которые мы понесли в результате российско-фашистского нашествия. Соответственно, по результатам этого дела нам и будут начислены вот убытки. Вот, соответственно, начисление из рашистских же денег, начисление средств. Либо реализация какого-то имущества в пользу Украины. Вот таким вот образом это будет выглядеть. И такой реестр уже создан. Причем создан не одной страной, не двумя, а 43 странами. Это один момент по передаче денег Украины. Но, да, данно, это еще не все. Дело в том, что от российско-фашистской агрессии пострадали, ладно, не только Украина, пострадали многие другие компании, которые понесли убытки в результате этой войны. Прямо или косвенно. И они стоят сразу за Украиной в очереди. Соответственно, вот они тоже будут подавать свои убытки в этот реестр. Они, эти все убытки, будут фиксироваться. И потом, при уже конфискации российско-фашистских средств, будут распределяться соответственным образом. Каким еще решат. В любом случае, крайне важно, что такой реестр создан. Крайне важно, что это очень широкая международная аголиция. Это именно те 43 страны, где российские деньги и были. И крайне важно, что конфискация уже началась. И передача денег уже началась. Слово уже очень важно. Потому, что сейчас в различных странах Бельгия, Соединенные Штаты Америки, Канада, Швейцария откатывают или уже откатали первые варианты по передаче пока что частных денег, частных российских, частных расшистов, то есть физических лиц в пользу Украины. Теперь дело за расшистским государством. Эти деньги тоже будут конфискованы в соответствии с убытками, зарегистрированными в данном вот реестре. Так что все будет Украина.